Доброе утро! Всем чудесного дня! Давно я не снимала видео о тыкве, точнее не снимала с той осени, с прошлой осени, и наконец-то выдался солнечно-сентябрьский денек, когда я срезала часть урожая тыквы, и хочу вам его представить. Тыквы много не бывает, поэтому сажу ее в достаточном количестве, и по осени собираю неплохой урожай, о чем обязательно отчитываюсь, каждый год, и в инстаграме, и в роликах на ютюбе. Тыква – это вкусный питательный продукт, который можно использовать для длительного хранения, поэтому очень выгодно ее выращивать. Она порадует вас по осени вот таким хорошим урожаем. Если у вас даже что-то там не нарастет, и лето не удастся, и по осени вы будете разочарованы в собранном урожае, то уж тыква вас обязательно порадует. Мой главный принцип выращивания тыквы – это посадил и забыл. Вы не ждете, что там у меня вырастет, какая она будет, тыква, как на упаковке семян или меньше, а может быть больше. Нет, вы не ждете, просто забыли об этом, не думайте. И по осени, вот чем больше вы не будете ждать, там волноваться, что там вырастет, тем лучше у вас будет урожай. Вот у меня такой принцип – посадил и забыл. В сентябре и октябре, когда вы полезете в эти тыквенные заросли, для вас будет очень много сюрпризов, вы будете просто приятно поражены, сколько тыкв у вас вырастет за сезон. И вот чем меньше я думаю и волнуюсь, какие у меня вырастут тыквы, тем лучше они вырастают. Это главное правило, главный принцип выращивания тыквы. Посадили и забыли. Не волнуйтесь, что у вас там вырастет. Чем меньше вы волнуетесь, переживаете, и меньше ваших ожиданий о тыкве, какая она там будет, тем лучше будет урожай. Ну, конечно, сами себе внутренне напоминайте, полить тыкву, когда сухо. А в остальном, да, не следите вообще за тыквой. Она все сделает без вас. Ну, вернемся к обзору на мои тыковки урожая этого года. Немножко расскажу о декоративных тыковках. Посадила несколько семян из упаковки. Называются детские игрушки. И вот сейчас показываю часть урожая, то, что выросло у меня. Я не все сняла. Сняла только для видео, вот чтобы какая-то куча была тыкв, какой-то объем. Вот, но у меня много еще осталось на ветках. И чуть позже, конечно, ближе к октябрю все это сниму. Ну, вот показываю просто часть, чтобы вы имели представление. Вот такие желтенькие есть. Немножко такие бородавчатые, да. Далее зелененькие в виде, не знаю, по форме напоминают мне желудь. Тоже декоративные тыковки. Называются детские игрушки, повторюсь. Очень хорошие семена. Каждый год сажу, каждый раз радуют. Потом использую для украшения. Снимаю видео про вышивку. Все это свои тыковки декоративно раскладываю. И вот возвращаясь к основному урожаю тыквы, то, что у нас не декоративно, а съедобная. Это не самое еще крупное. Но то, что я вот сейчас решила в начале сентября убрать и в солнечный день снять видео, показать. Вот это часть этих тыкв. Еще такие там приличные оранжевые мячики. И сера тыква у меня еще есть. Ну, серу, видите, я не стала снимать, поскольку она просто серая и круглая. Она как бы не так эффектно смотрится в кадре. Поэтому еще здесь не хватает таких объемных, многокилограммовых мячиков тыквы с серой. Здесь только вот у меня оранжевые. Семена тыквы использую покупные каждый год. Но хотелось перейти на свои семена. В этом году, наверное, попробую оставить часть семян тыквы. И в следующем году уже посадить вот именно свои семена. Многие цветы, овощи я выращиваю из своих семян. Они лучшего качества и больше семян получается. Вот я тоже хочу тыкву так попробовать. Весне, когда приходишь в магазин семян, там такой выбор тыквы. Вы представляете? И каждая упаковка такая красивая. Вот обещает вот такую-такую тыкву. И вкусовые качества лучше всех. И размер будет лучше всех. Ну, кстати, большие тыквы я не предпочитаю. Мне нравятся вот такие небольшие. Их удобно. Как бы они, ну, я называю порционные, да. То есть вот взял одну тыковку маленькую, и тебе хватит на приготовление там одного блюда. А большую нужно разрезать. Это все потом упаковывать тщательно, хранить. Ну, не знаю, я предпочитаю небольшие. Но тоже можно покупать и семена, которые обещают большие урожаи тыкв. Каждая тыква будет там по 10-15 килограмм. У нас север, поэтому у нас вот таких, знаете, сказочных тыкв трудно дожидаться, поскольку май у нас бывает прохладный. Высадка в открытый грунт у нас осуществляется очень поздно, уже в начале июня. Плюс все это укрывным материалом сопровождая, составим дуги, все это укрываем. Прохладно бывает в конце мая, в начале июня. Лето короткое, июнь, июль, август, 3 месяца. А сентябрь уже можно и убирать, не затягивать. Могут и зам... Нежелательно, чтобы тыква под заморозки попала. Вот. Да и в сентябре она уже потом перестает развиваться. Вот она как бы затормаживается. И какая разница, ты в конце сентября, ближе к октябрю, уберешь до заморозков, либо в начале сентября. Она не будет потом больше расти. Там холодные ночи приходят, холодное утро каждое наступает, и тяжело там вырастить в сентябре. То есть лето у нас ограничено, она коротенькое, северное лето. Поэтому тыквы не такие бывают, знаете, как вот южные. Они такие уж действительно сказочные и большой урожай. И вот мой принцип я рассказывала, да, посадил и забыл. И я не слежу особо, сколько у меня тыкв, чтобы, знаете, осенью было такое приятное удивление. Так вот, когда я вот эти тыквы все срезала для видео, в солнечный денек, хочется показать все, чтобы это все в лучах солнца так играло, желтыми, оранжевыми красками. И вот хожу я, ищу тыквы, и их так много. И вот я срезала, и там еще очень много осталось. И я их даже не видела. Вы представляете, как моя радость, мое удивление, что я даже не знала, что у меня так много. Вот этот принцип используйте, и вам повезет потом. Все будет хорошо. А когда, знаете, над растением стоишь, и вот что ты мне подаришь, что там вырастет у тебя, что ты мне по осени преподнесешь, почему-то, когда большие ожидания, потом этого ничего не сбывается. Еще я вам покажу. Вот видите, эти, похоже на рубчатые желуди с декоративной тыковки зеленой. Смотрите, какие они чудесные. Очень нравятся. Еще там белая есть, я потом срежу, не удержусь. Белая декоративная тыковка, тоже она с такими рубчиками. Тоже немного на такой, то ли орешек, то ли желудь похожая. Там много еще осталось декоративный тык. Но я те остальные ближе к октябрю буду срезать. А вот эти я вам сейчас покажу. Просто те виды, которые у меня присутствуют. Вот такие зеленые рубчатые желуди, белые. Желтенькие такие немножко. Видите, они неровные, как в капельках воск. Или, я не знаю, такие, да? Как свечкой капельки воск. Очень интересно. А, еще хочу вам показать урожай тыкв прошлого года. Внимание, переносит все 2019 год до коронавируса. Переносимся в ту осень, год назад, когда мы не знали слово самоизоляция. Мы не знаем, что такое поход в магазин в защитной маске. Урожай 2019 года. Помню эту осень хорошо. Вот этот урожай, как я все это собрала. Часть тыквы сняла тоже в начале, в конце августа даже. В конце августа. И в солнечный денек все намыла, накупала в пластиковой ванночке. Разложила сохнуть. И решила поснимать. Вот такие у меня были тыквы. Были, видите, и серые тут снятые тыквы. И вот зеленые тыковки. И желтые, и оранжевые. В прошлом году я садила много зеленых и серых тыкв. Это видно, да, вот на разложенной цветовой палитре. В этом году цветовая палитра близка к однотонному оранжевому цвету. То есть он преобладает. Есть и серые, но я их в кадр не включила. Но в основном вот у меня оранжевые. В этом году тут, видите, зелененькие. Ну, красиво смотрится, да, вот сочетание, когда положишь тыквы зеленые, оранжевые. Вот я устраивала фотосессию и на травке пофотографировала в прошлом году. Потом все это перенесла на скамейку, на скамейки, чтобы, знаете, кучка тыкв была повыше, пообъемнее. Поскольку я люблю вышивку, то обязательно обращаю внимание на вышитые работы либо наборы вышивки, где присутствует тыква. Так вот, когда тыкву на вышивке изображают, особенно вот большое скопление тыкв, то тоже предпочитают не только оранжевые цвета тыквы, но вот еще такие серые, либо зеленые, с зелеными вкраплениями тыквы. Они красиво смотрятся вот на таком, знаете, дизайне, где много тыкв. Не только оранжевые, а именно вот разная цветовая палитра очень украшает вышивку. Вот и я тоже думаю, ну, смотрите, ну, чем не такая красивая композиция, когда все разложены тыквы разных цветов. Главный принцип, опять же, в прошлом году у меня было, посадилась, забыла, я даже не смотрела, что у меня там вырастет. И по осени было приятно собирать, очень много нашла тыквы. Это вот мой главный принцип, главный совет. Чем меньше волнуйтесь по урожаю, тем лучше всегда получается. Волновать вас должно одно. Что приготовить из этой тыквы, которая будет у вас осенью? Вот только это. А урожай у вас уже будет хороший. Главное, в засушливые дни напоминайте себе полить. Вот, а там, например, июль-август нам вообще не приходилось поливать, поскольку дни были удивительно такие, знаете, дождливые, все польет хорошо, потом несколько дней земля отдыхает, солнышко светит, потом снова хорошая дождь. Так что вот, все природа будет делать за вас. Солнышко будет светить, греть тыковку, чтобы она хорошо росла. Дождик поливать. Насекомые будут опылять, чтобы у вас хорошая тыква потом родилась. В общем, все будет хорошо. Знаете, вот нравится смотреть отчеты садоводов о том, что они вырастили. Часто, знаете, там вот моя тыква, я ей такая крупная тыква, она там с размером с хорошего ребенка, такого уже, знаете, школьника. Бывают такие тыквы. Но я не стремлюсь к этому, поскольку мне самой будет не поднять такую огромную тыкву. Деда я просить не смогу. Ну, сами понимаете, тяжелая эта тыква, и поэтому поостается мне выращивать и радоваться только небольшими тыковками. Компактными, удобными и в транспортировке, и в хранении, и в употреблении в пищу. Рада была, что вы посетили мой тыквенный мир. Показала вам свой тыквенный сад. Сколько наросло в этом году. Еще много осталось на грядках до октября, некоторые будут держать. Вот, не знаю, тоже, может, потом покажу их. Там очень интересные экземпляры. Ну, вот на начало сентября у меня такой отчет, такие тыковки. Всем хорошего урожая, чтобы все у вас чудесно выросло. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok